Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Тверские художники совершили настоящий арт-прорыв. Заинтересовала? Тогда смотрите наш сюжет. Арт-прорыв собрала работы самых разных жанров и направлений. Живопись, графика, витражи, бати, куклы, игрушки, декупаж, кованые украшения и ювелирные изделия. Настоящий фейерверк творчества. Удивила и поразила многих стенд Елены. Это сказочный чердачный антикуриат. Новодельный. Все вручную. Я освоила и лобзик, и шлифмашинку. Болгарка. Женщины не все знают, что такое болгарка. Я знаю. Я пользуюсь умею. Я пользуюсь умею, да. Безмерное уважение мужа, что мне очень приятно. Он не умеет. Свои творения представили более 70 авторов из Твери и области, а также Москвы. Давно не было очередей за прекрасным. И ценные, уникальные работы. 70 лучших художников в крае здесь находятся. Я хочу, чтобы как можно больше педагогов со своими учениками за эти две недели побывали здесь. Экспозиция будет работать до 1 марта в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Всех желающих ждут мастер-классы, творческие встречи и вечера. Вход свободный. Киноконцертный зал «Панорама» — это не только самые последние новинки из мира кино. Это еще и яркие мероприятия, конечно, концерты. И это далеко не все. Чем удивит ККЗ в предстоящее время, расскажет арт-директор Светлана Шепет. Итак, дорогие друзья, 21 февраля нам с вами посчастливится увидеть один из самых звездных джазовых коллективов. Это оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. В киноконцертном зале «Панорама» мы посетим своеобразный музыкальный джазовый музей. Ведь по праву можно сказать, что этот именитый звездный коллектив предоставляет нам уникальную возможность услышать, понять, почувствовать и погрузиться в исполняемую программу так, как она звучала именно в ту эпоху, когда была написана. Творческая концепция коллектива заключается именно в этом. Исполняемые произведения, которые принадлежат эпохе свинга, звучат в оригинальных обработках и аранжировках. Руководителем и основателем коллектива явился известный джазовый музыкант России Федор Лешкевич. Интересный факт, но первое высшее образование Федора Лешкевича – это технический университет имени Баумана, который он успешно закончил. Но музыка все-таки взяла верх. И он объединил вокруг себя таких же влюбленных в джаз талантливых музыкантов, которые умеют отобразить все принципы звучания этого направления. Очень важно, что эти музыканты также в совершенстве владеют искусством импровизации. Именно эти таланты и эти возможности дали коллективу так быстро взлететь на звездный небосклон известных российских коллективов. Ведь столичный джаз под управлением Федора Лешкевича существует сравнительно недавно. Однако он завоевал и любовь, и признание слушателей и зрителей. И нам с вами предстоит в этом убедиться. 21 февраля в 19 часов встреча с оркестром столичный джаз под управлением Федора Лешкевича. А сейчас о киноновинках. Что можно посмотреть в киноконцертном зале «Панорама» расскажем в нашей специальной рубрике «Кино на большом экране». Продолжение романтической сказки режиссера Жора Крыжовникова фильма «Лед-2» выходит в широкий прокат в день всех влюбленных 14 февраля. Вы знаете, что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Тогда есть возможность узнать это в новой части. Для фигурист Кеннадия и хоккеиста Саши, с которым зритель познакомился в картине «Лед», звучит свадебный марш. Теперь они больше всего на свете мечтают о ребенке, но цена, которой им придется заплатить за воплощение мечты, невообразимо высока. Ну что, кто там у нас? Пока сложно сказать. Может быть, если повернется? Давай, переворачивайся. После пережитых потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Особенно, если сценарий этой сказки пишет Андрей Золотарев. В главных ролях фильма «Лед 2» Александр Петров и Аглая Тарасова в картине также играют Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, юные дарования Вита Корниенко и Сергей Ловыгин. Увидеть премьеру тверичане смогут на большом экране в День всех влюбленных, 14 февраля. Это будет лучший подарок своей половинки на праздник. Заказы бронирования билетов по телефону 300 033 или на сайте panorama.ru. Возрастное ограничение 6+. В среду, 13 февраля, на экраны ККЗ «Панорама» выходит фильм «Гая Ричи. Джентльмены». Картина не предусмотрена для зрителей младше 18 лет. Вот наша программа подошла к концу. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.